Уважаемые дамы и господа, добрый день, сегодня 6 июля и вы смотрите обзор рынка, американская сессия от компании Grand Capital. Как всегда начнем с рынка Форекс, рассмотрим основные валютные пары, новости, так скажем происшествия, прогнозы непосредственно по основным валютным парам, потом перейдем постепенно к товарно-сырьевым рынкам и в конце рассмотрим ситуацию, которая складывается у нас перед открытием американцев со стороны как раз фондовых площадок. Давайте начнем с новостей, которые у нас поступили в течение европейской сессии. Более важными на наш взгляд оказалась новость со стороны Китая. Здесь Народный банк повысил ключевую процентную ставку на 25 базинственных пунктов. Как стало известно, повышение ставки начнет действовать 7 июля. Помимо этого, практически все на рынке ожидают данных, которые выйдут в 18.00. Это у нас отчеты Института управления поставками для непроизводственной сферы. Здесь достаточно двоякое мнение складывается на рынке. И многие говорят о том, что при любом выходе показателя, хорошем либо плохом, это все окажет поддержку доллару США. Ну посмотрим, как это будет непосредственно уже в 18.00, когда мы увидим данные отчета. Хочу также напомнить, что впереди нас ждет два самых, так скажем, по-простому бомба дня. Это четверг и пятница. Четверг знаменит тем, что мы увидим два решения по ставке со стороны Великобритании и Еврозоны. Также будет пресс-конференция главы ЕЦБ, от которой многие ждут серьезных заявлений, как раз именно главы. Данная пресс-конференция, как всегда, будет 16.30. Непосредственно, я думаю, что после данного выступления будут достаточно сильные движения на всех основных валютных парах. В пятницу мы ожидаем уровень безработицы и нон-фарм. Поэтому впереди нас ждут достаточно волатильные торги, достаточно интересная статистика, данные и, опять же, выступления. Ну давайте теперь обратимся непосредственно уже к основным валютным парам. Начнем, как всегда, с евро-доллара. Здесь мы видим, что цели, которые мы ставили на европейской сессии, полностью оправдывают себя. И пара потихоньку двигается в район 1.42.80. Доллар США, швейцарский франк. Здесь ситуация довольно-таки неоднозначная. Было выступление со стороны правительства Швейцарии, которое, по мнению многих, пыталось провести вербальную интервенцию. В принципе, это помогло. И швейцарский франк на некоторое время ослаб. Однако, мы видим, что все-таки область 0.8425 достаточно сильная. И поэтому пара в основном держится в этом районе. Поэтому, касательно пары доллар-швейцарский франк, мы, опять же, придерживаемся нашего предыдущего прогноза. О том, что если франк начнет набирать силу, то, скорее всего, будет движение в район 0.83 ровно. По паре евро-швейцарский франк. Все идет согласно нашему прогнозу. Впереди нас ожидает район 1.1960. Более, 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 более. Такая же примерно обстановка, как и по доллару-франку, наблюдается по паре доллар-фунт-доллар. Здесь мы видим, что, опять же, район 1.6 ровно не пробит полностью. Поэтому, все внимание к этому району. Если все-таки произойдет пробитие, то можно ожидать дальнейшего снижения, как было ранее указано, к уровням 1.5930 и 1.5870. Следующее, что мы рассмотрим, это пара доллар-японская иена. Здесь, вроде бы, началось восходящее движение. То есть, пара двинулась к верхней границе диапазона. Однако, произошла остановка, опять корректируется. То есть, в принципе, то же самое, что и на начало европейских торгов. Поэтому, от своих рекомендаций мы не отходим, не отказываемся. Также, в районе 80.50, где проходит линия поддержки, предпочитаем покупки. И от линии сопротивления, которая проходит примерно в районе 81.50, рассчитываем на продажи. Более приятная ситуация у нас произошла по паре доллар-США-канадский доллар. Здесь был пробит уровень 0.9645. И пара постепенно, постепенно, но уверенно двигается как раз в район 0.97. Первая цель, которую мы ставили на европейской сессии. Следующая, это у нас австралийский доллар, доллар США. Здесь, на европейскую сессию, мы ставили район 1.0680. Пара до сих пор находится в этом районе. Поэтому, говорить о четкой тенденции пока нельзя. Но, все-таки, преобладающие, это, конечно, движение вниз. Поэтому, самая ближайшая цель для рассмотрения 1.0620. Предлагаю теперь постепенно посмотреть на графики и ситуацию, которая складывается на товарно-сырьевых площадках. Здесь, на данный момент, на рынке нефти продолжается падение по бренду. Бренд демонстрирует 0.9% падения. WTI 0.6%. На рынке цветных металлов, фьючерсы на медь, падение уже в моменте показывает 0.6%. Касательно рынка драгоценных металлов, наблюдается некий подъем. Однако, по сравнению с европейскими торгами, ситуация довольно-таки изменилась. Прирост по золоту составляет 0.4%, по серебру 0.1%. Но, если обратиться к технической картине, которую мы с вами рассматривали на европейских торгах, то помним, что по золоту мы выставили район 1515 долларов за тройскую унцию. С первого раза золото не смогло пробить его, произошел отскок. Однако, на данный момент идет повторное тестирование данного уровня. Опять же, если обратиться к серебру, то здесь мы выставляли район 3770-3780. Район также выдержал натиск и отбросил серебро вниз. Где, опять же, наблюдается повторное тестирование данного района. Поэтому, в принципе, можно придерживаться того прогноза, который был нами выставлен на европейской сессии. При одолении сильных сопротивлений ждать дальнейшего движения вверх. Касательно фондовых площадок, фондовых индексов, видим, что европейские фондовые индексы набрали обороты по падению. Stoxx 50 в минусе на 0,9%. FTSE 100 падает на 0,8%. DAX в минусе на 0,4%. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также полностью в красном. Dow Jones примерно на минус 40 показывает. Это все в пунктах. S&P 500 примерно 7. NASDAQ 100 тоже 7. По всем правилам открытия американских торгов мы должны увидеть сразу же падение. Я думаю, что в дальнейшем все основное внимание будет опять приковано непосредственно к выходу статистики 18.00 индекса ISM. Как я указывал ранее в данном обзоре. Ну и помним, что сегодня должен выступать глава МВФ Логард. Помимо этого, хотелось бы дополнить свой обзор тем, что некоторые представители ЕС, а также министр финансов Германии, были сильно удивлены сегодня сообщением Moody's о том, что был понижен рейтинг Португалии. На этом наш обзор подошел к концу. Более подробную информацию о текущей ситуации на рынках, а также о наших образовательных программах вы можете найти на сайте www.grandcapital.net. С вами был аналитик компании Grand Capital Шевченко Виталий. До новых встреч и попутных трендов. Субтитры создавал DimaTorzok